Добрый день! На канале Веселая Семейка. С вами Света. И Саша тут наделал колышки. Пойдем охотиться на вампиров. На самом деле шучу. Эти колышки Саша сделал неспроста. Мы делаем насесты для наших индюков. По совету одного из наших подписчиков. Большое ему спасибо. И это видео будет отдельно про насесты. Кому интересно, как их делать, можно подглядеть, как придумал Саша. Он, правда, нифига не рассказывает, как он это придумал делать. Но, думаю, мы все подсмотрим и поймем. Да? Спасибо Роберту. Саша счастлив. Он предполагал... Их надо делать под крышей или просто полейли? Я думаю, что просто. Потому что под крышей у них и так сухо. Вроде как предназначение насестов, чтобы они по земле по сырой не ходили, если что. Да, индюки? Вас надо беречь от влаги. А иначе у них могут быть проблемы с суставами. В группе, в которой я состою, где я цыплят беру, где я часть из этих индюков брала, конвертеров, у одного из тех, кто брал индюков, с ними большая проблема приключилась. И, по-моему, один или два индюшка умерли из-за проблемы с сыростью как раз. Посоветовали этому человеку дать витамины им. Но я думаю, что не особо поможет, потому что с этим человеком, с этим пользователем, по-моему, мы переписывались. Как раз, когда я измеряла своих индюков, у него размер 25-дневного индюка был 250 грамм. По-моему, это очень мало против моих 800-900 грамм. Я бы сказала так, мои 800-900 грамм, это мало. Я думаю, что меньше, чем должно быть. Вот. А у него 250 было. А потом проблемы с суставами. В общем, Саша взял колышки. Как можно сделать, друзья? И палочки. Я сегодня считала, вроде 10 мужиков насчитала. Представляешь? И сейчас мы будем что-то с ними делать. Кто догадался, что Саша будет делать, пишите в комментариях. Ну, колышки явно будут забивать в землю. Да? Ну, да. А вот что будет делать дальше, я не знаю. И что? Тебе еще кувалда нужна? Ты только ее около вольера не бросай, а то я в прошлый раз об нее так классно заплылась. Ну что, мы у индюков. Сейчас будем долбить им по мозгам. Давай, наверное, вот на том месте, где вот земля. Да? Да. У другого, потому что, из-за этого. Спасибо, дорогой. Умеешь ободрить. Блин, у нас жарко. Капец, как жарко. Сейчас, индюки, вы не будете больше на крышу взлетать. Вы будете взлетать на Сашины колышки. О! Видим сад, соседа под забор. В смысле? Ну, они же волосистые. Да? Инюки, вам нравится то, что он делает? В общем, первый этап. Забиваем наши колышки. А им пофиг, кстати. Они вообще, их тоже не пугает ничего, в отличие от гусей и уток. Да? Вы наглые создания? Один колышек. Ой. Почти готов. Па-бам. Сетку не порви. Да, я бы не справилась. А то я тут порывалась сама на себе сделать. Что? Держится? Да. Так, проверяем. Проверяем, что получилось. А то он надежный был, а то они привыкнут, потом по здоровью. Они-то да. А думаешь, они потом взлетать смогут? О, хорошо. Ой, какая она горячая. Хорошо получилось. Что, второй? Или примеряем сначала? Давай я подержу. Держи, что-то. А, вот так. Я не нужна. Чтобы длина-то вышла. Еще можно туда в краю, чтобы... А у нас будет два насеста, да? Да. Потолще для конвертеров, потоньше для бигов. А они в курсе? Кто повыше сможет взлететь, тот на потолще сядет. Так это, повыше там взлетит тот, кто меньше, не? Не знаю. Слушайте, на меня с деревьев падают муравьи. Надо как-то бороться с муравьями на деревьях. Меня они бесят. Кто знает как, пишите в комментариях. Так, бабах. 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 Сейчас посмотрим, как он сделает. По-моему, ты его сильнее забил, нет? А потом я отключусь и покажу уже два насеста. А потом посмотрим, как индюки будут на это реагировать. Так, теперь берем палочку. Все просто. Лавочка для птичек. Еще ушел за гвоздиками. А пока он за гвоздиками ходит, я тут вишню объедаю. Она уже доспела. Вкуснятина. А вот и Саша вернулся. Он что, нашел гвоздики? Я буду наблюдать теперь снаружи. Показывай. Супер ведро. У вас тоже такие же клевые ведра для гвоздей. И сейчас вот наши насесты будут готовы. И потом нужно будет заловить индюшков, как они будут на них запрыгивать. Вот. Ставить в конец ролика. Легко и просто. Надеюсь, индюкам... Вот когда Саша сголбит кувалдой по гвоздю, индюкам не нравится. Смотрите. Они возмущаются. Да, индюша-то? Все, почти готово. Первая проба. Ой, ой, ой. Ну что, держишься? Чего-то, по-моему, они не могут наседать. Нормально сидит. Ему просто непривычно было. Давай еще какого-нибудь большого. Я пойду. Сидим со мной. Ну, мы слетели. Теперь большого садим. Ну, чтоб поняли, зачем им эти палки. Он тебя боится. О, смотри, а это ничего, уже держится. Хорошо тебе. Ну что, тебе нравится? А, индюк. Это индюшка. Это девочка. По-моему, они довольны. Когда индюки довольны, они хорошо растут. Что, собственно, нам и надо. Если интересно, что будет дальше с наседами, то продолжайте смотреть наши видео. Для этого подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, если вам понравились наши насесты, ставьте лайк и пишите что-нибудь в комментариях. Ну, а в этом видео я прощаюсь с вами. Спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо за лайки и подписку. И увидимся в следующем ролике на канале Веселая Семейка. Кстати, они тоже Веселая Семейка. Пока-пока. Веселая Семейка. Продолжение следует...